Всем привет, это Огненное ТВ. Сегодня мы продолжим уничтожать цветные мелки. Как и обещал, я купил масляные мелки из магазина для художников. Вот такая масляная пастель российского производства. Я сделал дымовые шашки из почти всех мелков, ну кроме белого и телесного цвета, как и в прошлый раз в принципе. Все по старой схеме, на один мелок 2 столовые ложки селитры и 2 ложки сахара. Подробно я это показал в прошлом видео. Поджигаю первую шашку красного цвета. Ну кто бы мог подумать, опять белый дым и желтая шашка. Ну то же самое. Поджигаю все оставшиеся шашки сразу. Дыма много, но цвета нет вообще никакого. Ни один краситель не сработал. Ну что, может я не те мелки купил? Ну ладно, повторим. Так, у меня вот тут еще масляные мелки, масляные карандаши и еще пара пачек в придачу восковых карандашей. Кстати, почти нигде не указан состав и тем более не указано какие именно использованы красители. Так что найти карандаши именно с органическими красителями, только глядя на упаковку, ну это нереально. Первые мелки вообще отказались плавиться. Пришлось их крошить и использовать в таком виде. Я изготовил по 4 шашки из каждой пачки карандашей. Чтобы не перепутать где какая, я пометил их изолентой разного цвета. Поджигаю 4 шашки из карандашей, которые не плавились. Цвета нет. Теперь масляные карандаши. Тоже поджигаю сразу 4 цвета. Никакого окрашивания нет. Восковые карандаши. Дыма очень много, но цвета нет. Ну и наконец последняя пачка восковых. Снова нет цвета и снова очень много дыма. Кстати, из восковых карандашей дымовухи получаются реально лучше. Ну что я могу сказать? Я испробовал 6 разных видов карандашей. Три масляных и три восковых. Сжег в общей сложности 31 дымовуху и ни разу не заметил изменения цвета. По-моему нас обманули. Если вы делали цветные дымовухи из мелков, то пришлите мне вконтакте видео с этими мелками и дымовуха из них. Я покажу ваш ролик в одном из новых своих выпусков. Ну и напоследок, я сейчас собираю на новую камеру. Она может снимать до 1000 кадров в секунду. Видео со взрывами станет гораздо круче, когда у меня появится эта камера. Сам я ее смогу купить, ну не скоро. Если каждый подписчик сможет дать хотя бы 1 рубль, то этого будет более чем достаточно. Поэтому любая помощь важна. Если хотите помочь с покупкой, то в описании под видео есть реквизиты кошельков. Ну в общем спасибо всем за внимание, до новых встреч, пока!